Второй 3D эффект называется вращение. Револф, вращение. Тоже рекомендуется работать либо с заливкой, либо с обводкой. Нарисую простую дугу. Дуга только с обводкой, заливки нет. И применяю к этой дуге команду револф, вращение. Диалоговое окно почти такое же, как у предыдущего 3D эффекта. Но здесь есть очень важный список. Вращение по левому краю, left edge, или по правому краю. И когда я включаю превью, по умолчанию вижу, что вращается 3D дело по левому краю. Но могу выбрать также по правому краю. Это абсолютно разные фигурки получаются. Можно увеличить количество переходов сколько угодно. Можно работать с источниками света. И окей. Пожалуйста, сдублирую этот объект. Еще раз напоминаю, редактирование строго через appearance. Для дубликата выберу по правому краю. Окей. Очень легко, очень просто, почти как ваза получилась. Также работает эта функция с любыми замкнутыми фигурами и заливками. Пожалуйста, замкнутая фигура, заливка однотонная. Мы знаем, что градиент и узор не работают с 3D объектами. И вращение. Здесь абсолютно одинаково и по левому краю, и по правому краю получается яблочко. Из эллипса вращение получаем яблочко. Я могу сдублировать это яблочко. И очень важный момент. Если вдруг вы решите здесь прямиком этот объект с 3D эффектом поворачивать, то ничего хорошего не получится. Все повороты, все функции перемещения лучше выполнять там же, в диалоговом окне 3D Revolve. Пожалуйста, превью. И вращаем, поворачиваем. Все делается в этом окне. Для каждого объекта по отдельности разные повороты, разное вращение. Пожалуйста. Очень хочется эти яблочки поставить вовнутрь вазы. Немножко уменьшу, они очень крупные получились. Очень хочется поставить вовнутрь вазы. И чтобы была такая возможность, обычного упорядочения не получится, к сожалению. Я сейчас пойду в режим контуров, чтобы вам показать, из чего все это состоит. Это две дуги и три эллипса. Нечего, как говорится, упорядочить. Поэтому, чтобы поставить вовнутрь вазы, я, скорее всего, верхнюю часть этой вазы, то есть верхнюю дугу с 3D эффектом, разберу. Expand the patterns. Разобрать оформление. После этой команды я выберу два раза. Ungroup. Ungroup. Щелчком по пустоте сниму выделение. И сейчас уже, выделив только переднюю часть этой вазы, поставлю ее на передний план. И, пожалуйста, яблочки уже оказываются там, внутри этой вазы. Вот почти натюрморт. Хочется еще что-то нарисовать. Пожалуйста, все это возможно. Допустим, что-то, не знаю, бокал получится или кувшинчик сделаем. Сейчас посмотрим. Ctrl и клик, чтобы снять выделение. И обращаясь к тому же 3D вращению. Если по левому краю, но непонятный сосуд получается. Если по правому краю, чуть-чуть отредактируем. И вот такой интересный кубок как будто получается. Оттенки увеличу, чтобы был более гладкий переход. Дальше я могу обычной черной и белой стрелкой редактировать узлы. Все довольно хорошо работает. Пожалуйста, редактирование узлов. Если вдруг вы захотите вращать один объект вокруг другого, есть такая хитрость. Я сейчас покажу в задании все. Это есть в ваших заданиях. Есть такая хитрость, случайно обнаруженная. И мы сейчас попытаемся это делать. По-моему, этот файлик такие функции имеет. Вот, пожалуйста, хотя бы вот этот вариант возьмем. Чтобы вращать один объект вокруг другого, нам надо их сгруппировать. Без группирования у каждого объекта своя ось. Когда мы группируем, у них как общая ось как будто получается. Ну, например, такую вот планету. Как получить? Строго. Только заливка принимает участие. Обводки нет. Можем оставить половинку с помощью ножниц. Другую половинку удалю. Со стороны животика, скажем так, я нарисую прямоугольник. С небольшим интервалом стараемся наложение, чтобы не было. Можно впритык, можно с небольшим интервалом. Строго-настрого мы их группируем без этой команды. Дальше процесс не пойдет. И уже к группе применяем 3D-вращение. Конечно же, по правому краю. Ок. Это группа. С группой, точнее с элементами группы, работает Group Selection. Щелчок по пустоте. Инструментом Group Selection выделяю только прямоугольник. Немножко отодвигаю. Капризы здесь возможны, уважаемые слушатели. Так как все-таки это 2D-графика, а мы стараемся максимум получать из этой программы. Но попробовать можно. Третья 3D-команда работает довольно интересно с фотографиями. Как в вашей методичке это показано. Почему? Потому что с векторными иллюстрациями столько всего потрясающих функций мы с вами уже смотрели и еще будем смотреть. А вот с растровой графикой, увы, не так много функций. Поэтому я сейчас импортирую какую-то графику. Допустим, что-нибудь из 5-го урока без линк. И хочу задать какое-то как будто искажение, перспективу, наклон даже. Вот третья под команда 3D-эффекта Rotate – поворот. Интересно именно с фотографиями. Простейшее окно. Здесь особого выбора нет. Просто мы задаем любую перспективу. При необходимости чуть-чуть можно повернуть по вертикальной или горизонтальной оси. И все это на самом деле интересно только с растровой графикой. Три команды 3D. Работайте с удовольствием. Работайте с удовольствием.